Старшее поколение часто критикует моду, мол, вот в наше время хорошо одевались, вот когда-то мода была привлекательней. Можно предположить, если бы так думали из поколения в поколение, то мы бы до сих пор с вами ходили бы в пышных платьях в пол, на корсете и в трусах верности. Нужно понимать, время идет, и мир вокруг меняется, и одежда в том числе. Мода – это отражение мира, в котором мы с вами живем. Одежда тоже поменяла свой социальный статус со времен пещерного человека, ведь шкура животного тоже была своеобразной одеждой. Но время шло, человек развивался, и слава богу, и так далее. И в какой-то момент появляется то самое слово «мода». Модой называли закон об одежде, нарушив который человека могли и казнить. С ходом времени и термин «мода» меняет свое значение, хотя до сих пор, если вдуматься по одежде, мы можем понять, какого статуса человек или какого уровня достатка. Если вам интересно узнать подробнее, как на свет появилась мода и кто стоял у ее истоков, рекомендую к просмотру вот это видео. А если вам интересно узнать, как ваша одежда влияет на ваш статус, обязательно посмотрите вот этот ролик. Вернемся к старшему поколению. Не единожды слышала, как от очень взрослых, так и от сверстников, «Фу, парень в юбке! Что за голубятня такая, лишь бы мой сын этого не увидел, чтобы не стал так же одеваться!» «Фу, парень на каблуках! Что за чудо-юдо такое? Это вообще парень!» «А волосы какие длинные! Как от такого парня можно ждать мужественности?» Когда я такое слышу, у меня покер-фейс. Действительно, прогуливаясь по улице, я неоднократно наблюдала парней с ухоженными длинными локонами, в опрятной унисекс-одежде, а рядом идущую девушку с короткой стрижкой и в неряшливых рубахах, джинсах. Со спины действительно очень легко перепутать и при обращении нечаянно обидеть. Но девушка все равно остается девушкой, а парень парнем. Одежда не может физически поменять пол, как по волшебству. А как же Жанна Дарк? Она с короткой стрижкой в доспехах не стала мужчиной, было бы гораздо прозаичнее, возглавляя на армию верхом на лошади в платье с рюшами. А вот Людовик XIV. Его роскошные локоны, платья, рюши, каблуки и, о боже, колготки! Я уверена, что он бы не церемонился ни с кем, кто его назвал бы женщиной. Всем привет! С вами Юля, создатель бренда Julia F. И сегодня мы с вами поговорим о моде в контексте гендерной принадлежности. Это видео для людей, интересующихся. А также это видео мое. Здесь я выражаю мое субъективное мнение. Уже второй год, как я стараюсь вести канал в системном режиме и подбирать действительно интересные темы, развивать и развиваться. Поэтому буду благодарна вам за вашу поддержку в моих начинаниях. И если вы поставите этому видео лайк и подпишитесь на канал. В женском гардеробе без стыда соседствуют платья и юбки с атрибутами мужской одежды. Костюмами, брюками, рубашками. А юбки с платьями в мужском гардеробе до сих пор не все воспринимают с пониманием. Если углубиться в историю, то мы увидим, что в мужских юбках и платьях нет ничего необычного и тем более запретного. Произнося сегодня платье, мы чаще всего имеем в виду вполне определенную вещь. Предмет женского гардероба с лифом и юбкой. Между тем, словом «платье» обозначали в принципе любую одежду, носимую поверх белья, как мужскую, так и женскую. Считается, что платье выросло из древних плащей и накидок. Первый прообраз платья появился в Древней Греции. Два куска ткани скреплялись булавками на плечах и поясом на талии. Византийцы впервые пришли к облачению с полноценными рукавами. Изначально платье носили все, в том числе и исконно русский сарафан был одеждой и женской и мужской. Брюки в принципе существовали, но были одеждой специализированной для тех, кто много ездил верхом. У тех же древних римлян одежда со штанами считалась варварской, относящейся к культуре варваров. Массово переодеваться из платья в брюки мужчины стали только в средние века. Именно это время можно считать рождением платья как приближенного к современному понятию. Костюм эпохи позднего средневековья выполнял во многом социальную функцию. Ношение платья в 14-16 веках определялось понятием луковицы, когда верхнее платье надевалось поверх нижнего и количество слоев зависело от социального статуса хозяина, его состоятельности, профессиональной принадлежности, а также от местных традиций. В строго разделенном сословными рамками обществе ношение костюма ограничивалось законами о роскоши, предписывавшими то или иное платье для каждой социальной прослойки. В конце 12 века феодальная Европа, в частности Франция, оказалась в мальтузианской ловушке. Более чем неторопливый прогресс в области техники, эксплуатация все новых и новых пространств, вкупе с перенаселением с необходимостью должны были закончиться кризисом. Наступление этого кризиса ускорило столетняя война, великий голод, вызванный резким изменением климата, также эпидемия черной смерти. Но сильнее всего потрясения, вызванные войной, голодом и чумной эпидемией, отразились на мировоззрении людей того времени. Страх перед завтрашним днем, осознание хрупкости собственного существования при полной невозможности повлиять на происходящее, породили ту лихорадочную погоню за удовольствиями, стремление перещеголять друг друга в роскоши и страсть к нарядам. Верхнее платье, бывшее ранее отличительной характеристикой, по которой отличались сословия и состояния, в XIV-XV веках все больше превращалось в демонстрацию красоты тела, также нового понятия, вызывавшего бешенство моралистов, и хвастовство роскошью и достатком. Платье, ранее призванное скрывать и затушевывать линии тела, стало куда более открытым и даже вызывающим. Человеческое и земное предпочиталось загробному блаженству. Европа готовилась к возрождению. Когда в XII веке с Востока пришла мода на длинные струящиеся одежды, исторические, восходящие к арабскому и греческому платью, в них увидели опасное свидетельство изнеженности, женственности и порчи нравов. А в конце средневековья эти же старинные деяния уже стали воспринимать в качестве единственно правильных, строгих и целомудренных, противовесного явленному короткому платью. Это нам говорит о том, что человечество любые изменения принимает очень сложно, но изменения всегда будут. И, как говорится, если не можешь поменять ситуацию, поменяй к ней свое отношение. Переворот в самой диалоге ношения платья в первые годы XIV века начали женщины. Впервые за много столетий у платья появилось декольте. На всеобщее обозрение выставлялась шея, плечи, верхняя часть груди. Как водится, все новое было хорошее забытым старым. Подобным образом носили платье во времена Римской империи. В тефтонской одежде эта мода просуществовала до конца V века н.э., но, конечно же, так далеко историческая память средневекового человека никогда не простиралась. Чтобы понять шок, вызванный этой модой, следует вспомнить, что женщина в понятиях средневековой морали считалась существом подчиненным, которое следовало держать в повиновении для ее же пользы, чтобы предотвратить разгул дикарских инстинктов, унаследованных от праматери Евы. Пожалуй, самый мужской элемент одежды XV века – гульфики и банты. В начале XV века клапан, соединяющий мужские чулки-шосы на уровне паха, превратился в объемный мешочек. Со временем он и вовсе стал гротескно большим, как бы показывая, что его обладатель всегда готов к бою. Так гульфики очень любил Генрих VIII. К 1570-м годам гульфик почти исчез при дворе Елизаветы I, но мужчины еще долго не расставались с идеей подчеркнуть область паха, например, подвесив близко к ширинке изящный бант по цвету и форме, перекликающейся с другими элементами одежды, как на костюме джентльмена второй половине XVII века. Мужчина в колготках в наше время. Разве что только балетных? Или в виде термобелья под брюки? А кто и когда придумал колготки? Шоссы – это старинные мужские чулки. Они представляли собой одежду для ног, закрывающую эти самые ноги от пальцев до середины бедра. Оказывается, споры о том, прилично ли мужчине носить чулки, начались еще со времен Средневековья. До появления сшивных шосс, обязательной частью мужского костюма были брэ – нижние брюки, грубо подобие семейных трусов или кюлотов. И гульфик, который являлся самостоятельной деталью. Когда вся Европа уже перешла на сшитые шоссы, итальянцы продолжали щеголять в раздельных, а церковь эта порицала. Шоссы со шнуровками, которыми они подвязывались к одежде, можно считать прародителями современных чулок с поясом. Но шоссы с подвязками были принадлежностью мужского гардероба, и их называли шоссами с хвостами. Количество подвязок варьировалось, как и сейчас. Для повседневного ношения использовали шоссы с одной подвязкой, а по случаю праздника надевались с тремя украшенными бантиками или иным декором. Со временем костюм становился все более роскошным, и шоссы старались украсить как можно разнообразнее. Несмотря на то, что верхняя часть костюма удлинялась, и верх шоссов оказывался закрыт, эту скрытую часть украшали не менее тщательно, не забывая и про подвязки. Впервые шоссы начинают сшивать вместе не ранее середины 14 века. Женские шоссы отличались от мужских прежде всего длиной и способом крепления, так как женское верхнее платье практически полностью закрывало ноги, не было нужды в длинных шоссах. Это утверждение актуально для Европы, где верхнее платье в комплекте с многослойным нижним платьем вполне защищали от прохлады. Длина женских шосс не менялась веками, что объясняется неизменностью длины женского верхнего платья. Галантный век привнес в мужской костюм новшества, которое привели к вытеснению шоссов. Камзолы и кюлоты потребовали ношения более изящных изделий, чем довольно грубые из замши, сукна или холста. На тот момент человечество освоило шелк, и мужские шоссы были вытеснены тонкими шелковыми чулками до колен. В эпоху рококо были в моде белые мужские чулки. При дворе Людовика XIV было принято носить светло-синие или красные чулки длиной до колен. Со временем шитые из ткани чулки сменились трикотажными. А что по поводу юбок? Вопрос с подвохом, подумаете вы, и окажетесь правы. И вам в голову должны сразу прийти образы ебтян, римлян. Сама идея о том, что юбки имеют гендерную коннотацию и предпочтительны для женских нарядов, возникла далеко не сразу после их изобретения. Мужская традиция носить туники, робы и другие предметы одежды, не связанные с брюками, восходит к далеким временам. Юбки были повседневной одеждой мужчин и женщин многих древнейших цивилизаций, поскольку в те времена брюки даже не существовали. Охотники, строители, собиратели, религиозные деятели – все они ходили в одежде, напоминающей юбки. В Древнем Египте долгое время единственным предметом одежды мужчин была набедренная повязка – шиндит. А позже другие ее разновидности под названием сузх или синдом. Древние греки носили туники и хитоны. В эпоху расцвета Римской империи среди солдат короткие юбки считались показателем мужества и обеспечивали скорость и свободу движения в бою. То же представление о мужественности ассоциировалось и с шотландским килтом, первое упоминание о котором появляется в XVI веке. В те времена килт доходил до ступни и назывался Великий Килт. Это был необработанный кусок ткани величиной в 5 метров, который оборачивается вокруг талии, а излишки материала перекидывались через плечо. Килт длиной до колен, который знаком нам сегодня, появляется лишь в начале XVIII века. Точно так же в Азии у японцев есть кимено, а у корейцев – ханбок. Историки считают, что предпосылками к появлению брюк стало два фактора – холод и верховая езда. Кардинальные перемены в костюмах европейских мужчин произошли в XIV-XV веках и объяснялись развитием пошива одежды. Юбки были самым легким для изготовления изделиям, и поэтому именно их люди начали носить в первую очередь. Но постепенно человечество училось создавать из бесформенных тканей более сложные силуэты. Тем не менее, туники и короткие мужские юбки оставались частью традиционного наряда в Европе Средневековья и эпохи Возрождения. Выходить на улицу просто, а в чулках считалось неприемлемым. В XVIII веке в Европе процветала религиозность, и вместе с христианством в массовом мышлении укрепились и различные моралистические установки, возвышающие мужчин перед женщинами как более рациональных, сильных и одухотворенных. Брюки, будучи элементом присущим мужскому гардеробу, выделяли эту разницу, а потому и стали единственным уместным видом одежды для мужчин. Такое стремление больше разграничивать людей по гендерному признаку появлялось и в детских костюмах. В наши дни мальчиков практически с самого рождения одевают штаны, но на самом деле это весьма современная традиция. Вплоть до XIX века европейские младенцы примерно до 8 лет носили платья и юбки независимо от пола. Для портретов детей из состоятельных семей наряжали многослойные вычурные наряды, которые копировали стиль взрослых. Мужские юбки окончательно исчезли из гардероба с наступлением промышленной революции. Длинная и развивающаяся одежда плохо ладила с высокоскоростной техникой. Влияние французской революции также привело к тому, что на смену ярким и пышным нарядам с замысловатыми узорами пришли национальные цвета и более практичная облегающая одежда вроде костюмов двоек или троек. Тренд еще больше укоренился после мировых войн, во время которых мужчины были обязаны носить военную форму. В массовой культуре юбки для мужчин уже давно воспринимаются скепсисом, основанным на убеждении в том, что юбка это исконно женский элемент одежды, и носящий ее мужчина либо пытается выразить свою феминность, либо просто склонны к апотажу. Но на самом деле идея о том, что ношением юбок должны ограничиваться только женщины, свойственно лишь западным странам. Во многих частях мира одежда, напоминающая юбки, является частью повседневного мужского гардероба. Чаще всего мужчины носят платья и юбки в странах с многовековыми традициями. Примером могут служить шотландцы с их килтом, японцы носят хакаму, юбку-штаны со складками. Не стоит забывать про арабских мужчин и джалабию. Ладно, против фактов не попрешь, но увидев мужчину на каблуках, уж точно можно крутить у виска. Исследования говорят о том, что использование первой обуви на каблуке тесно связано с верховой ездой. В X веке персидские воины первыми обнаружили, что благодаря каблукам их обувь лучше держится в стремени и обеспечивает их устойчивостью, необходимой для стрельбы из лука. Шесть столетий спустя трехсантиметровые каблуки стали для персидских всадников нормой как при езде на лошадях, так и в повседневной жизни. А поскольку владение лошадьми было признаком богатства, обувь на каблуке обзавелась соответствующей коннотацией. В XVII веке вся мода была выстроена вокруг ног мужчины. Цветные облегающие чулки, бриджи и высокие каблуки помогали подчеркнуть стройные мужские икры и бедра. Самым знаменитым носителем каблуков в истории был Людовик XIV. Его даже прозвали королем каблуков. При его правлении высокие мужские каблуки стали показателем статуса. В 1670 году он издал указ, согласно которому носить каблуки имели право лишь дворяне. Каблуки были совершенно непрактичны для пеших прогулок. И именно в этом заключалась их суть. Они говорили о том, что их владелец достаточно богат для того, чтобы передвигаться на карете. Не менее символичным был традиционно красный цвет каблуков, показывающий, что носящий их мужчина не пачкает свои туфли, ходя по грязи. Обувь на высоких каблуках считалась только мужским аксессуаром до 1630-х годов. Затем последовали изменения. Женщины начали курить трубки, стричь волосы и также носить каблуки, чтобы соответствовать моде и выглядеть мужественно. Обувь на каблуках превратилась в унисекс-аксессуар, хотя мужчины стали носить более толстые каблуки, в отличие от женщин, которые предпочитали более тонкие. Так появилось гендерное различие. Женские туфли все уже, каблуки выше, а мужские шире и массивнее. Считается, что в Европе впервые из женщин встала на каблуки Екатерина Медичи, когда она выходила замуж за герцога Орлеанского в 1533 году. 14-летняя невеста обула обувь на высоких каблуках, чтобы выглядеть немного выше, как взрослая. Это были не чопины, а нечто более-менее похожее на современные туфли. Так высокие каблуки ворвались и в женскую моду. Безусловно, здесь затронута очень объемная тема. Помимо того, что видео делится на отдельные самостоятельные части, здесь затронут не один десяток веков. Но мне хотелось объединить это все воедино, чтобы показать вам. Некоторые элементы гардероба, которые мы считаем исконно женскими, придумали мужчины и для мужчин. И фраза моих последних видео – не быть столь категоричным при просмотре. Видео не является призывом мужчин облачаться в женские одежды. В следующей части серии роликов о гендерности в моде расскажу вам о розовом и голубом цветах и их принадлежности мужскому и женскому полу. А эта часть о женских вещах в мужских началах подходит к концу. Напишите в комментариях, было ли вам интересно, полезно. А я пойду готовить для вас новую, не менее интересную тему. Всем досмотревшим до конца желаю прекрасного настроения. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok